Приветствую, друзья! Сейчас самая горячая точка на территории Украины, конечно же, под Северодонецком. Это предприятие завода Азот. Сейчас на территории завода Азот находится крупная группировка вооруженных сил Украины, которую туда перебросил Зеленский в рамках так называемого подкрепления. Теперь они, по сути, находятся в котле. Уже даже украинский центр по противодействию дезинформации СНБУ косвенно подтвердил переговоры об эвакуации военных с завода Азот. А это уже говорит о том, что по факту ситуация с Азотсталью, она повторяется. И теперь уже без разрешения российской армии территорию завода Азот украинские вооруженные силы уже покинуть не могут. И тут мы видим очередную историю с эвакуацией в плен. И вот эта эвакуация в плен, она уже, по сути, происходит, потому что ряд украинских подразделений в районе завода Азот уже сдались в плен. На этом фоне особо нелепо выглядят заявления западных журналистов касательно того, что якобы в Северодонецк и Подлесичанск перекидывают дополнительные подразделения и подкрепления. Получается, если верить западным журналистам, подкрепления подкидывают сразу в котел российской армии. Интересно то, что даже Гайдай, ставленник Зеленского по Луганской области, подтвердил, что даже поселки рядом вокруг города Северодонецк уже находятся под полным контролем вооруженных сил РФ. Но, тем не менее, мы видим, что различные заявления, что якобы бои идут за город, они еще продолжаются. Хотя, по факту, украинская группировка войск сейчас закрыта, по сути, в котле на заводе Азот, который уже частично контролируется российской армией. А вот с городом Лисичанск совсем другая история, потому что этот город находится сразу напротив от Северодонецка через реку. И с этого города сейчас украинская артиллерия, конечно же, бьет по Северодонецку, и, конечно же, на верхних этажах различных зданий жилых сейчас там находятся различные корректировщики вооруженных сил Украины и, конечно же, персонажи с различными птурами. И на этих фотографиях хорошо видно, как все высокоэтажки Лисичанска, по сути, уже подверглись обстрелам с учетом того, что украинские войска оттуда корректируют огонь. На фото, кстати, тоже видно, как высокоэтажки Лисичанска даже не пытались тушить вооруженные силы Украины после прилета туда снаряда. И мы видим, что, по сути, имущество и квартиры жителей Лисичанска, которые предоставили свои квартиры в верхних этажах под вооруженные силы Украины, сейчас просто лишились своего жилья. Также вооруженные силы Украины провели атаку якобы на остров Змеиный, но по факту, с учетом того, что нет со стороны вооруженных сил Украины никаких видео и фотосвидетельств от этой атаки или результатов этой атаки, с учетом того, что американцы им предоставляют в режиме реального времени различные фотографии и так далее, то здесь можно сделать вывод, что все-таки анонсировали не атаку на остров Змеиный, а по факту провели атаку на нефтедобывающую вышку, которая стояла рядом возле этого острова. И вот удар по вот этой вышке нефтедобывающей уже подтвердили даже с российской стороны. И, конечно, там есть и погибшие, есть и пропавшие без вести. И это говорит о том, что сейчас, с учетом того, что вооруженные силы Украины не могут дотянуться до военных целей, сейчас идут удары чисто уже по промышленным объектам. Осталось только разобраться, какой гений в Крыму все-таки решил поставить нефтедобывающую вышку в зоне действия украинской авиации и различных ракетных систем. Также продолжаются обстрелы города Донецк с применением различных систем вооружения американского производства типа Химарс или Гаубиц М-37. И пока Зеленский рассказывал, что якобы это будет применяться на фронте против военных целей, по факту мы видим, что даже с применением самых современных американских систем просто обстреливают жилые дома. Результаты, кстати, обстрелов выложены у меня на телеграм-канале, потому что в ютубе это, конечно же, показывать нельзя, но тем не менее, если вы перейдете по ссылке в описании и первым комментарием под видео, то там на телеграм-канале есть ряд видеоматериалов, которые тоже крайне интересны. Ну а тем временем на оставшейся части украинской границы, там, где не проходит активная фаза боевых действий, Российская Федерация ставит систему «Умный город» для того, чтобы пресечь любые попытки диверсионных различных групп проникнуть на территорию России. Такие системы активно сейчас ставят, конечно же, и в городах, и в Херсоне, и в Мелитополе, и в Каховке, и так далее. И это говорит о том, что очень серьезно в Российской Федерации взяли за выявление тех людей, которые работают на службу безопасности Украины и на другие военизированные структуры. Также приходят интересные данные касательно того, что оказывается Российская Федерация вовсю готовится к новому учебному сезону, и поэтому со всей России собирают учителей для того, чтобы они преподавали в Херсонской Запорожской области, на тех территориях, которые контролирует Российская Федерация. Об этом пишет российское издание «Верстка», которое публиковало соответствующий скриншот из учительского чата. По данным учителей, сообщения рассылают директора школ, которые ищут добровольцев. Как пишет «Верстка», платят 8 тысяч рублей в сутки, около 4200 гривен. И мы в действительности наблюдаем странный парадокс, когда по украинским СМИ рассказывают, что будут россияне отбирать землю, будут, конечно же, чуть ли не детей вывозить в Россию, в какое-то рабство и так далее. А по факту мы видим, что россияне сейчас активно привлекают учителей, обещая им гигантские зарплаты, давая им гигантские зарплаты, лишь бы они приехали и продолжали учить детей на территории, которые контролирует Российская Федерация. Для того, чтобы даже у украинских детей не проседала история по образованию. И таким образом, чтобы они просто влились уже потихоньку в новый учебный год и без каких-либо ограничений продолжили получать знания. А вот со стороны Украины происходит совершенно другая история, потому что, как известно, денег из-за границы на зарплаты учителям не дают. И поэтому сейчас учителей массово в Украине сокращают. И, конечно же, очень много школ вообще не откроют учебный сезон с 1 сентября. И я думаю, что после такого подхода со стороны Российской Федерации и западных стран в отношении простых граждан Украины, которые должны получать образование, которые должны ходить на работу и так далее, кормить свои семьи, то я думаю, что после просто анализа подходов западных стран и Российской Федерации, то каждый украинец для себя решит, кто реально и где оккупант. Ну а тем временем западные журналисты продолжают возмущаться тем, что, оказывается, российская армия наносит удары по американской армии в Сирии. Потому что там, как известно, на территории Сирии много американских военных баз, американских военных. И сейчас журналисты просто воем кричат на Западе, как это так? Оказывается, тоже американские военные погибают. Wall Street Journal пишет о том, что в июне российские вооруженные силы провели серию операций против возглавляемой США коалиции в Сирии. В том числе, одну на этой неделе на стратегически расположенной базе в южной части страны, рассказали американские военные чиновники. Утверждается, что Россия нанесла авиаудары по гарнизону недалеко от границы Сирии с Иорданией, где американские войска обучают местных боевиков. По таким сообщениям можно, конечно же, сделать вывод, что театров боевых действий между западными странами Российской Федерации их гораздо больше, чем просто одна Украина. И, конечно же, такое противостояние будет и в Африке, и в Латинской Америке. Просто, знаете, градус конфликта, он будет разный. А вот причина будет все-таки одна и та же. Это либо сохранят Соединенные Штаты Америки свое мировое господство за счет вооруженных сил Украины и прочих военных формирований по миру, либо не сохранят, и мир все-таки перейдет в стадию многополярного. В продолжение этой истории можно отметить сегодня заявление Российского МИДа касательно ограничения прибалтийских стран на транзит железнодорожных грузов в Калининград. В России заявили, что ограничение транзита грузов в Калининград это угроза национальной безопасности России, на которую, естественно, будут должным образом реагировать. Это, конечно же, очень тревожные звоночки, в принципе, для всей планеты. Причем уже от различных российских чиновников звучат сигналы о том, что Россия любыми методами будет разблокировать транзит через, конечно же, прибалтийские страны грузов в Калининград. И это говорит уже о прямом столкновении стран НАТО с Россией. Как известно, Калининградская область не имеет сухопутного сообщения с другой частью России, и это, конечно, вызывает определенные трудности, потому что транзит сейчас проходит через прибалтийские страны, и он идет, конечно же, в основном по железной дороге. И когда Российская Федерация начала реагировать жесткими заявлениями касательно ограничений транзита, то тут же Литва сказала о том, что все-таки это решение Еврокомиссии, а не вот этих местных властей в Литве. И таким образом мы видим, что Литва просто прикрылась Еврокомиссией, чтобы не попасть под удар Российской Федерации. Но если за ограничением все-таки транзита в Калининград грузов с Россией стоит Еврокомиссия, то это уже четко свидетельствует о том, что вот подобная тактика на удушение Российской Федерации через, знаете, даже ограничение сообщения между областями Российской Федерации, она утверждена на самом верху, и это, конечно же, без Соединенных Штатов не делалось. Тем более западные страны прекрасно понимают, что Россия может решить военным путем, собственно, вот в этот транзит в Калининград. И, конечно же, просто несмотря на то, что прибалтийские страны входят в блок НАТО, все равно военным путем получить вот этот коридор в Калининград. И, тем не менее, западные страны готовятся к истории силового противостояния в прибалтийских странах. Поэтому на этих кадрах вы можете видеть количество военной техники в польском порту Гдыня. Несложно догадаться, что техника, которая в сумасшедших количествах сейчас поступает в польский порт Гдыня, принадлежит Соединенным Штатам Америки. И, конечно, эта техника может всплыть как и в прибалтийских странах, так и, конечно же, в Украине. На этом фоне главнокомандующий ВВС Германии заявил о том, что страны НАТО должны готовиться к применению ядерного оружия в Европе. Стоит отметить, что начальник ВВС Германии понимает, что ядерное оружие в Германии есть только на американских военных базах. И, конечно же, собственно, по этим военным базам может прилететь ответка. И она не только может прилететь, а в случае применения она обязательно прилетит. И, несмотря на это, все равно мы видим, что даже в медиаполе транслируются такие сигналы. И если анализировать, где же все-таки вспыхнет в ближайшее время, то это, конечно же, Молдавия и Приднестровье. И здесь про западный президент Майя Санду, которая, знаете, вроде президент Молдавии, но, тем не менее, официально имеет румынский паспорт. Конечно же, сейчас делает все необходимое для того, чтобы вспыхнуло в ближайшее время именно в Молдавии. В Молдавии местные жители даже это уже начали прекрасно понимать. И, конечно, выступают сейчас массово против войны, против Майи Санду и так далее. И даже уже собрали вчера очень такой серьезный многочисленный митинг. Посмотрим, насколько получится у молдавского народа все-таки взбить желание боевых действий на территории Молдавии и Приднестровья у западных политиков. Но, тем не менее, как говорится, тут время покажет. Также интересные новости приходят с Индией и Китая. И по ним можно сделать, опять же, вывод, что у России есть серьезные союзники, которые экономически прикрывают Россию. И таким образом и Китай, и Индия, с учетом того, что Европа ввела санкции на российское топливо, они просто берут и перекупают вот это топливо, которое Россия раньше поставляла в Европу. И таким образом Россия обеспечивает экономическую безопасность. Мы видим, что как только началась спецоперация, что Индия, что Китай существенно нарастили покупку российской нефти. И несмотря на то, что был серьезный скачок цены, тем не менее, мы видим, что по факту Россия продает теперь больше нефти, чем раньше. Получает дополнительный доход. И это предоставляет, конечно же, российскому руководству серьезную подушку безопасности экономическую, на которую не опираются с учетом планирования затяжного конфликта. На этом, друзья, у меня все. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там всегда гораздо больше важной информации, чем на ютубе. Ссылка на него в описании и первым комментарием под видео. До скорого!